По образованию журналист, по ощущениям человек, который старается сделать окружающего мир лучше и свое желание очень старается подкреплять определенными действиями. Я бы хотела, чтобы люди видели во мне того человека, какими я являюсь на самом деле. Создание семьи, рождение сына. Я могу признаться в том, что осознанно жить я стала после 30 лет. В 30 лет я обрела внутреннюю гармонию, а другими словами просто договорилась сама собой. Наверное, просто до 30 я накапливала какой-то определенный опыт, который позволил мне очень комфортно чувствовать себя после 30. По-настоящему ценить жизнь я стала в момент, когда родила сына. С этого момента я стала думать о ком-то больше, чем о себе. И моя жизнь, наверное, не имела такого определенного смысла без ребенка. Я стараюсь анализировать все свои поступки, объективно анализировать. Стараюсь часто смотреть на себя как будто со стороны. Мне очень хочется себе сделать лучше, чем есть на сегодняшний день. Доброе сердце изменило меня, наверное, почти так же, как и появление моего ребенка. Наверное, всю жизнь я стала воспринимать совершенно по-другому, более осознанно. Наверное, даже жесткость. Потому что иногда нужно принимать решения, которые связаны с людьми, очень эмоциональные решения. Как бы это ни странно звучало, но для того, чтобы заниматься деятельностью, которой занимаюсь я, такие качества, как сострадание, должны быть, но они не должны быть первостепенными. Потому что эмоции часто мешают принять правильные решения и трезво оценивать ситуацию. Любая несправедливость. Несправедливость в любом проявлении. Когда сильные бьют слабых, когда богатые намеренно не хотят помогать бедным, когда взрослые обижают детей, а также могут вызвать слезы, слезы моего ребенка, которые не капризничают, а плачут, потому что ему больно. Сама большая несправедливость в нашей стране – это то количество детей, которые мы, взрослые, наверное, недооцениваем, и поэтому не уделяем им то внимание, которое должны были. Я имею в виду детей, брошенных их родителями или нелюбимые их родители. Я видела матерей, у которых по разным причинам отсутствует материнский инстинкт. И которые обижают своих детей. Вот таким людям, наверное, не очень хочется подавать руки. Я бы избавила человечества от жадности. Жадность часто мешает людям думать о ком-то еще кроме себя. Это, как правило, очень губительно для общества, если мы хотим его делать лучше. А мы хотим его сделать лучше. Так вот, жадность, она не позволяет человеку думать созидательно, больше накопительно. Это всегда разрушающе. Женская дружба в моей жизни есть. Я ее очень ценю. Я ее очень благодарна, потому что это часть меня. Любая дружба, как и любые, наверное, человеческие отношения, они по природе свои искренне. Только мы сами можем это все испортить. Надо научиться отдавать и ничего не требовать взамен. И надо научиться воспринимать человека таким, какой он есть. Если бы я родилась мужчиной, я бы очень старалась быть настоящим джентльменом, которых сегодня очень мало. В отношении джентльменов и мужчин я очень консервативна. И для меня такие моменты, как пропустить вперед женщину, как уступить ей место, как быть великодушным по отношению к ней, как любить своих родителей, чтить и уважать их, как воспитывать детей, это все признаки, наверное, такие немножко устаревшие на сегодняшний день. Я считаю, что это очень важный критерий любого мужчины. Ранние браки – это, наверное, здорово, когда люди любят друг друга. Главное, чтобы к любви так можно скорее добавился жизненный опыт, который позволил бы им сохранить отношения одни на всю жизнь. Я верю в любовь, потому что я верю, что любовь к женщине и мужчине, любовь к детям, любовь к родителям, любовь к друзьям, любовь к людям, готовы изменить мир к лучшему. Я счастливый человек, потому что я нашла себя, меня окружают прекрасные люди, которые окружали всю мою жизнь. Да, я счастливый человек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!